Борис Михайлович Кустодиев В 30 с лишним лет у Бориса Михайловича обнаружили опухоль спинного мозга. В результате перенесенной операции он утратил возможность сходить и до конца жизни оставался в инвалидном кресле. Сегодня, глядя на его жизнерадостные полотна, в это верится с трудом. В творчестве Кустодиева картина «Красавица» стала итогом поиска собственного стиля. Основой для создания полотна послужил карандашный рисунок, выполненный с молодой актрисой Московского художественно-академического театра Фаины Васильевны Шевченко. Мастер оставил абрис ее полного тела, но пожертвовал портретным сходством, сделав черты лица более правильными и гармоничными. Героиня выступает скорее эталоном народных представлений о женской красоте – светлые волосы, алые губы, румяные щеки, лебединая шея и холеное гладкое тело. Ступни по сравнению с мощной фигурой выглядят крохотными и намекают на хрупкость героини. Жемчужные сельги в виде гроздей и награда воспринимаются как символ плодородия. Она появляется из-под одеяла, подобно Афродите, выступающей из пены морской. Художник смотрит на свою героиню с любовью и некоторой иронией. Отсюда легкий эпатаж, с которым он представляет ее, помещая в центр композиции и выдвигая на передний план. Звонкая чистота цвета на холсте невольно заставляет вспомнить русские православные иконы и народное искусство, яркие лобочные картинки и дымковскую игрушку. Есть легендарная красавица и намек на творение всемирно признанных мастеров живописи, например, на Венеру Урбинскую. Печелю Тициана или многочисленных пышнотелых красавиц Питера Пауля Рубинса. Сам Кустодиев при этом утверждал, что эти белые женщины не являлись его идеалом, но тонкие и изящные не вдохновляли. Примечательно, что несмотря на внушительные размеры, героиня не выглядит тяжеловесно. Наоборот, создается ощущение, что она легкая, точно облако. Такому восприятию способствуют расположенные рядом с моделью пуховые подушки, чьи ажурные белые кружева и округлые формы перекликаются с очертаниями женской фигуры. Нежность и желковистость кожи подчеркивается лежащим поодаль атласным розовым одеялом. Окружение красавицы чересчур декоративно и воплощает народное представление о богатстве. Нежно-голубые обои с букетами роз, расписной сундук, стоящие на коммоде статуэтки. Но самой большой драгоценностью, безусловно, выступает она сама. Картина имела успех. Впоследствии Кустадив создал несколько ее повторений. Одну из них он подарил писателю Максиму Горькому, еще одну своему другу, оперному певцу Федору Ивановичу Шаляпину. Последний даже забрал полотно по миграции в Париж. В мае 2003 года этот вариант красавицы был продан на лондонском аукционе Соббис за рекордную сумму 845 600 фунтов стерлинга. Субтитры создавал DimaTorzok